Каждую среду в студии телеканала Самарагис мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Как эффективно развивать транспортную инфраструктуру Самары? Где в городе будут меняться схемы движения транспорта? Как бороться с пробками? В нашей студии Андрей Карпачев, заместитель руководителя департамента транспорта администрации городского округа Самары, начальник отдела организации дорожного движения. Андрей Сергеевич, здравствуйте. Спасибо, что пришли в нашу студию. Добрый день. Ну и с чего бы хотелось начать? За последние годы в Самаре очень много на самом деле сделано для развития уличной дорожной сети. И понятно, что при грамотном и проектировании, и эксплуатации развитие уличной дорожной сети позволяет уменьшать количество ДТП, самое главное, и увеличивать пропускную способность. Вот в дальнейшем как будет развиваться и планируется развитие городской уличной дорожной сети? Ну, в первую очередь, при проектировании объектов капитального ремонта, либо текущего ремонта уличной дорожной сети, прорабатывается вопрос строительства отнесенных левых поворотов. То есть, это строительство дополнительных полос, которые позволяют увеличить пропускную способность перекрестка и сделать более безопасным поворот налево. С установкой дополнительных секций на светофорных объектах, в отдельных случаях, где интенсивность левого поворота высокая, левый поворот выделяется в отдельную фазу регулирования. Очень много пешеходных переходов в настоящее время оборудуются так называемыми искусственными дорожными неровностями, либо пешеходный переход весь полностью делается приподнятым. Это делается для обеспечения безопасности пешеходов, в первую очередь, переходящих в проезжую часть. На таких переходах водители снижают скорость движения транспорта и предоставляют преимущество в движении пешеходам. Впервые в прошлом году была сделана на территории города Самара так называемая Венская платформа на улице Полевая. Какая платформа еще раз? Венская платформа, да, так называемая. А почему Венская? Вся посадочная площадка на трамвай, которая ходит у нас по проспекту Ленина, поднимается на высшем уровне основной проезжей части. То есть делается так называемая большая искусственная дорожная неровность, обозначаемая дорожными знаками разметки. И, во-первых, это улучшает возможность выхода пассажиров из трамвая, в том числе и маломобильных. То есть площадка становится практически в уровень с посадочной площадкой, люди спокойно переходят в проезжую часть. Ну и, во-вторых, водители транспортного средства снижают скорость движения, это в разы увеличивает уровень безопасности дорожного движения. Вот после строительства этой Венской платформы, к счастью, ни одного дорожного транспортного происшествия на такой остановке общественного транспорта зафиксировано не было. То есть эта работа будет продолжена, такую посадочную площадку в текущем году. Мы планируем сделать на улице 22-го партсъезда, на пересечении с улицы Победа. У нас на данном участке происходил ряд ДТП, в том числе, к сожалению, с летальным исходом. То есть необходимая проектная документация подготовлена, согласована с контрольно-надзорными органами, в том числе, с госавтоинспекцией. Вот в текущем году планируется реализация этого проекта, в том числе. Я, знаете, предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет. Он как раз вот об изменениях, которые вносятся в систему организации движения, как это происходит, ну и вот в том числе, какие планы сейчас есть. Я так понимаю, как раз вот это вот касается того вопроса, о котором мы сейчас говорили. Первой точкой, куда приехала комиссия, стала улица 22-го партсъезда. Участок в границах физкультурной Победы был признан аварийным. В прошлом году здесь в ДТП пострадали 4 человека. Еще один погиб. Что нужно предпринять для снижения аварийности, решали представители ГИБДД, Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары и региональный координатор партийного проекта «Единая Россия. Безопасные дороги» озвучили первостепенные меры, которые, судя по опыту прошлых лет, возымели положительный эффект. В администрации городского округа Самары разработана схема ликвидации этого очага с устройством всех технических средств организации дорожного движения. Чтобы снизить количество ДТП с участием пешеходов, было предложено сделать посадочные площадки возле трамвайной линии, чтобы пассажиры не ждали транспорт на проезжей части, нарушая ПДД. Еще одна мера – установка заграждений, которые исключают выход на дорогу в неположенном месте. Там, где есть нерегулируемые пешеходные переходы, будут оборудованы искусственные неровности для снижения скорости автомобилей. Например, такую меру планируют реализовать на улице Нововокзальной в границах улицы Фадеева и Московского шоссе. Если же концентрация ДТП зафиксирована на перекрестках, то светофоры оборудуют дополнительными секциями, регулирующими поворот налево, выделенными в отдельную фазу. Таким образом, левоповоротный маневр будет безопасным и бесконфликтным. Встречные транспортные средства будут стоять в стоп-линии и дожидаться разрешающего сигнала своей светофорной секции. Да, мы понимаем, что это увлечет, наверное, какие-то неудобства и ухудшает пропускную способность в городе. Но здесь на одной чаше весов лежит безопасность дорожного движения, на другой – пропускная способность. И одним из принципов организации дорожного движения является как раз приоритет безопасности. На сегодняшний день в Самаре выявлено 25 очагов аварийности, где пройдут необходимые работы. Но в этом году сделать планируется гораздо больше. И в рамках реализации дорожного нацпроекта, и по другим программам. Мероприятия, они не ограничиваются только теми, что уже мы пришли к очагам. То есть есть места, где дорожно-транспортные происшествия не дотянули до очага, но не там были. И надо принимать уже превентивные меры для того, чтобы в текущем году это место не стало очагом. Разработка технических заданий – зона ответственности городского департамента транспорта. Утверждаются они ГИБДД, после чего документы выдаются департаменту городского хозяйства для исполнения. Работа по ликвидации очагов аварийности стартует в начале строительного сезона, в конце апреля – начале мая и завершаться к августу. По итогу работ будет организован совместный контроль, а выявление очагов аварийности продолжится, чтобы как можно больше локаций сделать безопасными благодаря выработанным мерам. Андрей Сергеевич, ну вот мы посмотрели сюжет, то есть речь идет о том, что с помощью технических мер, вот на самом деле таких вот мер, которые, собственно говоря, мы можем предпринять, можно существенно уменьшить аварийность и улучшить безопасность. И говорилось о том, что вот у нас 25 выявлено в этом году точек. Вот как эта работа вообще налажена и как идет межведомственное взаимодействие? Потому что здесь же разные департаменты работают, плюс госавтоинспекция. Ну, в первую очередь совместно с госавтоинспекцией проводится текущий мониторинг состояния безопасности дорожного движения. Он проводится в течение всего календарного года, и какие-то участки, подверженные аварийности, выявляются уже в первом, втором квартале, где-то в третьем квартале года. По итогам года вся эта информация обобщается, проводится координационное совещание, на котором принимается решение, какие мероприятия позволят стабилизировать аварийность на том или ином участке. Вот при принятии решения оценивается количество административных правонарушений, которые на данном участке совершаются, динамика совершения дороже транспортного происшествия. И после оценки всех вот этих обстоятельств принимается решение, каким образом мы можем изменить схему движения транспорта и пешеходов, в том числе, либо схему светофорного регулирования. И после того, как решение окончательно принято, специалистами веренного мне дела готовится техническая документация, в которой предусматривается установка знаков, светофоров, искусственных дорожных неровностей в соответствии с требованиями нормативов. Эта схема утверждается в госавтоинспекции. И после согласования с госавтоинспекцией схема передается уже в департамент городского хозяйства и экологии, для того, чтобы составить сметные расчеты и определить подрядную организацию, которая будет реализовывать эти мероприятия. — Ну вот в 2023 году какие есть планы по изменению схем движения? — Ну вот, как уже было... — В 2024, может быть? — Как отмечено в сюжете, в очагах аварийности предполагается у нас приподнять пешеходные переходы, совместить их с искусственными дорожными неровностями. — Это тот самый венский как раз, как вы сказали? — Это не венская платформа, это пешеходный переход, совмещенный с искусственной дорожной неровностью. Вот по венским платформам пока это еще в стадии проработки, то есть такие платформы также появятся на проспекте Ленина, в районе улицы Челюскинсов, в районе улицы Осипенко, то есть там, где у нас идет высадка из трамвая на платформы посадочные, которые, скажем так, не имеют достаточно большой ширины, и пассажиры в ряде случаев вынуждены стоять на проезжей части, ожидая посадки либо высадки. Вот для того, чтобы обезопасить этих пассажиров, как раз прорабатывается вопрос этих венских платформ. На каких-то участках будет введено сатофорное регулирование, в том числе и с пешеходно-вызывным устройством, для того, чтобы пешеходы могли воспользоваться кнопочкой, нажав на кнопку, дождаться разрешающий сигнал сатофора и перейти на проезжую часть. Есть участки, где у нас планируется отнесение правых поворотов, например, вот заводской шоссе 22-й портсъезд, это очень проблемный участок в плане увеличения пропускной способности, в плане ликвидации ДТП и мест константрации ДТП этот участок, скажем так, в кавычках, мы победили, то есть даже транспортных происшествий с погибшими на данном участке не происходит, как это было ранее, то есть путем ранее проведенных мероприятий строительством той же платформы и отнесением остановки трамвая. Вот в текущем году мы планируем увеличить пропускную способность данного перекрестка, построив дополнительную полосу для правоповорота по 22-му портсъезда при движении со стороны реки Самара. То есть очень много обращений от заводчан, которые там работают, от жителей, которые там проживают, что в период максимальной интенсивности движения транспорта, в вечерние часы выезжать оттуда достаточно проблемно, и люди в пробке ожидают там по 30-40 минут. Для того, чтобы время ожидания снизить, планируется строительство дополнительного правоповорота. Вот вы, кстати, сказали обращение граждан. А вот я, как гражданин, как могу обратиться в ваш департамент, или куда мне обратиться для того, чтобы, ну вот я считаю, что здесь необходимо внести изменения в схему организации уличной дорожной сети. Или, допустим, я считаю, что, ну, например, на неком перекрестке зеленый светофор для пешехода работает, ну, не очень долго, то есть, ну, нужно хотя бы секунд на 5-7 увеличить, потому что там пожилым людям, ну, не всегда удобно переходить. Вот как технически мне это делать тогда? Ну, технически можно обратиться либо на сайт администрации городского округа Самары, и нам, как профильному подразделению, этот документ поступит на рассмотрение. Мы в определенные федеральным законам сроки дадим ответ. Можно обратиться в рамках личного приема, прибыв там к нам в департамент. Можно в письменной форме также написать на имя руководителя департамента Маркина Сергея Ивановича обращение. Мы обязательно каждое обращение рассматриваем. В каждой ситуации мы выезжаем на место, стараемся на месте оценить ситуацию, посмотреть, действительно ли существует такая проблема, либо, скажем так, этой проблемы по факту не существует. Вот то, что касается режимов работы пешеходных светофоров, в настоящее время, ну, не все это воспринимают, скажем так, положительно, но, тем не менее, для увеличения пропускной способности время работы пешеходного светофора делается гораздо меньше, чем время работы основного сигнала для транспорта, для того, чтобы обеспечить возможность правых поворотов бесконфликтно с пешеходным движением, правых-левых поворотов. Это позволяет увеличить и пропускную способность перекрестка, и в то же время повысить уровень безопасности дорожного движения. То есть, поступают такие обращения от граждан, что вот почему пешеходам зеленый загорается, вернее, гаснет гораздо раньше, чем для транспорта. То есть, приходится тоже разъяснять в каких-то моментах. Есть случаи, когда приходится выезжать на место и на месте встречаться с заявителем и разъяснять уже более детально на месте, почему нельзя реализовать то или иное мероприятие. Ну, так же, как и есть мероприятия, которые мы учитываем, то есть, рассмотрев обращения гражданина, считаем их там нужными и целесообразными. И по результатам рассмотрения обращений также готовится техническая документация на изменение схем движения. Ну да, здесь ведь важно найти вот эту некую золотую середину, которая, с одной стороны, чтобы не создавались пробки, чтобы движение было нормальным, с другой стороны, чтобы люди нормально ходили. Это вот как бы здесь нужно находить. При этом мы прекрасно понимаем, что пробки, они тоже нервируют водителей и на каком-то этапе тоже провоцируют ДТП. Ну, конечно, это не только водители нервируют. Это, в общем-то, очень сильно влияет и на экологию, и выхлопные газы, и все остальное скапливается на перекрестке, шум. Это тоже дискомфорт для жителей, проживающих в зоне локации этого перекрестка. Андрей Сергеевич, а как бороться с пробками? Я понимаю, что вопрос такой, я как бы вот сейчас задал, как бы вот, ну, философский отчасти. Но вот, если технически, вот да, есть мнение, что нужно чаще запрещать левый поворот, когда навстречу идет большой поток машин, ну, вот это, ну, позволит якобы создать... Ну, вообще, на самом деле, достаточно много методов борьбы с заторными ситуациями, в том числе и запрещение левых поворотов, осуществление их через правый разворот. Но для этого необходимо строить, так называемые мини-кольца, импровизированные кольца для правых поворотов, такие, как, например, Московская шестереволюционная. К сожалению, таких участков у нас не очень много, но это эффективно позволяет разгружать уличную дорожную сеть и повышать уровень безопасности дорожного движения. Ну, также вот сейчас совместно с Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области реализуется программа автоматизированной системы управления дорожным движением. Более 220 перекрестков на территории города будут оборудованы новым контролирующим оборудованием, то есть будут установлены новые контроллеры. К этим контроллерам будет подведена оптоволоконная связь, будет налажена связь контроллера с центром управления дорожным движением, будет видеостена, и, соответственно, режим работы светофоров будет выбираться автоматически, программным обеспечением с учетом интенсивности движения транспорта по той или иной улице. Причем эта программа реализуется системно, то есть не одна улица берется какая-то и оборудуется, там автоматизированной системой управления, а целая сеть улиц, начиная от хребтовых улиц, как Московская Новосадовая, с разветвлением на прилегающие улицы и с перспективой выхода из города. То есть для того, чтобы у нас основные магистрали, такие как Антон Овсеенко, Аврора, Гагарина, заработали, позволяли нашим жителям бесконфликтно, без пробок, выезжать в выходные, в праздничные дни из города, добираться с работы до дома и обратно. Ну, то есть, по сути дела, искусственный интеллект, это можно так вот, сейчас такой модный термин, ну или... Интеллектуальная транспортная система, да. То есть это один из элементов интеллектуальной транспортной системы, которая вот в перспективе в текущем году начнет работать на территории нашего города. Ну, то есть в перспективе она как бы должна охватить весь город и теоретически контролирует все светофоры города. Да, то есть на сегодняшний день у нас более 450 светофорных объектов на территории города функционирует. Вот 220 примерно светофорных объектов будет охвачено вот на первом этапе. Соответственно, после того, как эта программа будет запущена, внедрена и покажет свою эффективность, дальше эта программа будет развиваться. Андрей Сергеевич, вот в Самаре очень существенно улучшили ситуацию на Московском шоссе и Новосадово. Вот здесь что есть, то есть. Появились новые развязки, но одновременно появилось много светофоров с зебрами. Вот в будущем возможно, я как водитель сейчас спрашиваю, потому что понятно, что это меня притормаживает во время движения. В будущем возможно, что на этих дорогах появятся верхние пешеходные переходы, то есть мосты. Ну, эта работа тоже ведется, она достаточно, скажем так, длительная, потому что необходима подготовка проекта строительства путепровода над проезжей частью, либо подземного пешеходного перехода. Это связано также и с определением подрядчика, со сроками строительства. Но вот на сегодняшний день на Московском шоссе очередной пешеходный переход надземный по заказу Министерства транспорта и автомобильных дорог строится. Это Московское шоссе, 10-й квартал, поселок Мехзавод. И в ближайшее время он будет запущен, то есть мы уже наши, жители нашего города, наверное, видят, что строительство на завершающей стадии. Этот пешеходный переход также будет оборудован лифтами для маломобильных граждан. Даже лифтами? Да, то есть даже лифтами. То есть это современный пешеходный переход, который позволит безопасно переходить проезжую часть без конфликта с транспортным потоком. Соответственно, это позволит увеличить пропускную способность перекрестка. Ну, это практически идеально, потому что если для пожилого человека будет еще и лифт, ну, в общем-то... Да, то есть это все учитывается. Ну, вот это как радует. А, кстати, вот если говорить тогда, вот вы сказали, Московское шоссе, 10-й квартал, то есть это выезд из города. Вот вообще, на ваш взгляд, как специалиста, вы очень давно работаете, вот, скажем так, с системой организации дорожного движения, и очень хорошо эту систему-то знаете. Вот как увеличить пропускную способность выездных улиц из города? Я понимаю, что здесь бывают ситуативные моменты. Пятница, выходные, пятница, вечер, лето, все хотят на дачу. Это понятно, но, тем не менее, вот как это улучшится? Ну, в первую очередь, как раз это вот система автоматического управления дорожным движением, автоматизированного управления. То есть будет внедряться и такой метод, как зеленая волна, которая позволяет там от одного светофора до другого при определенной скорости движения, то есть попадать все время на зеленый сигнал светофора. Это увеличит пропускную способность, ну, основных хордовых наших направлений, таких, как Московское шоссе и Новосадовое. Ну, это вот, наверное, основная, первоочередная мера. Но здесь нужно не забывать, что есть еще и поперечные улицы, которые тоже останавливать совсем нельзя, потому что, исходя из того, что поперечник накапливает транспорт, транспорт пытается пересечь у Московское шоссе, там, или Тужного садового, ну, скажем так, хордовую улицу на более высокой скорости, так как люди устали ожидать разрешающий сигнал светофора, что впоследствии может привести к аварийным ситуациям. Поэтому нужно будет дозированно подходить к этой теме и как-то вот аккуратно внедрять такой метод, как зеленая волна. Плюс автоматизированная система управления дорожным движением позволит локально какие-то участки разгружать. То есть, допустим, три перекрестка, которые наиболее подвержены заторным ситуациям, выключаются в отдельный режим управления и разгружают именно тот участок, который загружен транспортом, если на остальных участках затора нет, не наблюдается. — Вот в таком случае, кстати, вопрос. А вот эта зеленая волна, на какой скорости, ну, вот как возможно на нее попасть водителю? Я слышал об этом, как бы. Говорят, что опытный водитель это умеет делать. — Если да, в начале 2000-х годов мы пробовали такую зеленую волну вводить на улицу Новосадовой до момента ее реконструкции, когда она еще была в городе, эта улица, и скорость движения была рассчитана изначально под 60 км в час, потом в перспективе переделали эту скорость под 70 км в час, потому что водители, начиная движение с светофора, многие все равно пытаются ускориться для того, чтобы на следующий светофор быстрее приехать. И превышая скорость, скоростной режим, попадают на красный, соответственно, приходится останавливаться, скорость потока падает. А расчетная скорость, 60 либо 70 км в час, позволяет при соблюдении этого скоростного режима подъехать к следующему светофору, и тебе уже на подъезде включится разрешающий сигнал светофора, и водитель продолжит движение. Новая современная система автоматического управления дорожным движением позволяет регулировать этот интервал автоматически. То есть делает это также искусственный интеллект, о котором мы уже говорили, так как установлены камеры фотофиксации транспортного потока, плотность транспортного потока, и в том числе его скорости, которые компьютеру передают информацию, компьютер уже автоматически выбирает из библиотеки режимов нужный режим, включая зеленую волну. То есть вот такие вот сложные участки, например, крутые ключи, там тоже частенько бывают пробки, то есть это все позволит в дальнейшем... Да, то есть если взять, например, участок от БКК, на выезд из города в выходные и праздничные дни, когда на выезд массово идет транспорт, то примерно от этого участка начинается задержка в движении. Понятно, что там уже транспорт со скоростью 60 км в час ехать не сможет. То есть там уже средняя расчетная скорость примерно 30 км в час. Вот зеленая волна и будет рассчитываться под 30 км в час. То есть водитель, который начнет движение на разрешающий сигнал светофора на БКК, подъехав к новой вокзальной со скоростью 30 км в час, попадет опять на зеленый, и так следующий светофор, и он доберется до выезда из города. Андрей Сергеевич, вот давно говорят о том, что в старой части Самары было бы полезно перейти на одностороннее движение. И вы наверняка знаете вот эту идею, этот проект. Да, получится длиннее, но это разгрузит улицы, проходимость будет больше, и там с одной стороны первый год непривычно, но потом привыкнем, но с другой стороны аварий будет меньше. И если я не ошибаюсь, в 95-м году первый раз этот вопрос уже обсуждался. Обсуждался госавтоинспекцией, был даже проект. Вот есть перспективы того, что в старой части города будет введено одностороннее движение. Вот плюсы и минусы какие? Ну, на самом деле, действительно, этот вопрос обсуждался ранее, неоднократно поднималась эта тема, проводились возможные исследования. Есть несколько моментов. То есть первый момент, организация такого метода движения по принципу одностороннего позволяет создать дополнительные места для парковки транспорта, позволяет обеспечить необходимый уровень пропускной способности перекрестков, и, что немаловажно, позволяет значительно повысить уровень безопасности дорожного движения. Соответственно, реализация этого метода потребует, ну, в первую очередь, наверное, перекладки трамвайных путей, потому что при таком методе организации дорожного движения трамвай в противоход движению ходить не сможет. То есть нужно будет либо смещать трамвайные пути, либо разносить их по соседним улицам, то есть менять всю маршрутную сеть. Соответственно, также необходимо будет изменить схему движения троллейбусов. То есть электротранспорт весь, который в исторической части города ходит, схема его работы должна будет быть изменена полностью. Это не совсем, наверное, удобно будет для пассажиров, потому что сейчас человек ездит по одной улице, выходит и в том и в обратном направлении на одной остановке. Если разносить это все, то придется выходить через квартал. То есть по одному кварталу будет транспорт ходить, например, в сторону Самарки, по другой улице через квартал будет ходить в сторону промышленного района города Самара. То есть тоже не совсем удобно. Плюс возникает новый момент, связанный с введением эксплуатации, например, Фрунзенского мостового перехода. То есть это тоже вносит свои коррективы. То есть на тот момент, когда обсуждался вопрос введения одностороннего движения в исторической части города, Фрунзенского моста еще не было. То есть тогда даже проекта такого мостового перехода не было. Поэтому пока этот вопрос стоит на паузе, он совсем, скажем так, в архивы не убран, он периодически поднимается, но он требует дополнительной проработки и решения вопросов, в первую очередь, транспортного обслуживания населения. Ну да, и здесь, конечно, понятно, что это дорогая история, потому что переложить трамвай на троллейбусные сети – это дорого, конечно. Это сложно. И, соответственно, такая работа потянет за собой переустройство инженерных коммуникаций подземных. То есть это выльется в огромный проект на этом решении и в огромные средства. Ну вот мы говорили о том, что один из плюсов, ну помимо того, что там будет ехать поудобнее и меньше аварий, это появляются места для парковок. Вот если говорить о местах для парковок, понятно, что количество транспорта, несмотря ни на что, продолжает расти. То есть люди покупают автомобили. И вот в этой ситуации как снизить, как сделать менее острый проблему парковок, особенно в старой части города? Ну, то, что касается исторической части города, к сожалению, там сейчас участков, где бы можно было построить какие-то там парковки, нет на территории исторической застройки. То есть там уже очень плотная застройка жилыми домами, офисными помещениями. Строительство подземных паркингов там тоже невозможно, потому что очень много там коммуникаций различных, в том числе и построенных там еще в дореволюционные времена. То есть это тянет за собой определенные инженерные сложности. Вот для того, чтобы решить эту проблему исторической именно части города, разработана программа введения платных парковок. Изучили предварительный опыт города Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. То есть во все эти города выезжали наши специалисты, тоже отслеживали, как эта ситуация развивалась. Но вот в той же Москве эта проблема, в общем-то, решена. И, я думаю, проблема платных парковок в исторической части города позволит снизить транспортную нагрузку именно вот на Самарский-Ленинский район. Именно на такие вот хордовые маршруты, как там улица Куйбышево, Ленинградская, там достаточно Фрунзе, где у нас осуществляется движение трамваев, Галактионовская. То есть вот по этим участкам платные парковки смогут решить, наверное, ситуацию. Соответственно, в ночное время платные парковки для жителей, которые там проживают, будут бесплатными. Но пока внедрение платных парковок в текущем году точно не планируется. То есть этот вопрос пока, скажем так, стоит на паузе. То есть прорабатывается? Ну, есть техническая проработка этого вопроса, есть документальная проработка юридической, то есть есть соответствующие постановления, есть этапы внедрения этой программы, даже уже определенная тарификация по отдельным участкам, где планируется ввести платные парковки. Есть методика определения тарифов. То есть документация готова вся. То есть пока этот вопрос отложен. А вот если говорить о строительстве новых парковок, а надземные парковки многоярусные возможно где-то построить? Ну, понятно, что платные, это как бы может быть только бизнес-проект, но, простите, центр города, он и не может жить по-другому. Ну, конечно, возможно. Места есть? Мы изучали опыт города Казани, где Казань пошла как раз по принципу конституционного соглашения. То есть там есть частные инвесторы, которые построили сеть паркингов, на которых любой гражданин может оставить свое транспортное средство. Плюс эти паркинги обеспечены какими-то там сопутствующими объектами сервиса. Это кафе, там мойки, шиномонтажи и все остальное. То есть мелкие какие-то сервиса, где можно там какой-то мелкий ремонт провести. То есть это очень удобно. Ну и, соответственно, Казань полностью запретили парковку на всех улицах, где такие паркинги созданы. То есть вдоль проезжей части там стоять нельзя. Везде установлены соответствующие дорожные знаки, курсируют эвакуаторы, которые, скажем так, не дают людям оставить свои транспортные средства и создавать заторовые ситуации. Опыт тоже изучается. Ну и тоже, скажем так, в стадии проработки. Ну что ж, надеюсь, что вот мы этот опыт грамотно будем применять, потому что то, что я видел в Казани, то, что я видел в Нижнем Новгороде, лично мне, например, понравилось. Понятно, что придется тратить деньги, но, с другой стороны, это удобство и это безопасность. Ну, это деньги инвестора, пока такой инвестор не нашелся, скажем так. Я думаю, что это появится, рано или помню. Большое спасибо за интересную и содержательную беседу. Я напоминаю, в нашей студии был Андрей Карпачев, заместитель руководителя Департамента транспорта администрации городского округа Самара, начальник отдела организации дорожного движения. И удачных и безопасных вам поездок. Всего вам доброго, до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!